5 пристрелочных и 20 выстрелов в зачет. Офицеры ВДВ стрелковые упражнения выполняют без учета времени, поэтому выцеливают тщательно. Результат подхода напрямую влияет на распределение мест. Лучше, конечно, выбить 1000 баллов, это около 90 очков. Сейчас необходимую сумму еще набирают. На рубеже Руслан Евдокимов, начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Стрельба из пистолета Макарова разделена на три вида. ПМ1, ПМ2 и ПМ3. Различаются они только количеством пристрелочных попыток и тех, что идут в зачет. Марина Шалимова выполняла как раз первое упражнение, 3 пристрелочных и 10 в зачет. Признается, что своим результатом недовольна. Хотя в общекомандном списке показатель вполне сносный. Мария – участница команды ВДВ по армейской тактической стрельбе, которая стала ни много ни мало чемпионкой мира по этому виду спорта. Поэтому к своему результату весьма придирчиво. Статус обязывает. «Стрельба. Казалось бы, вот ты стоишь, и тебе что нужно сделать? Только поднять руку и нажать на спусковой крючок. Нет, это самый трудный вид. Это трое, более три вида. То есть будет стрельба, плавание и лыжная гонка. Из всех видов я считаю, что стрельба – это самый сложный. Хотя, в принципе, ты просто стоишь, ты просто скидываешь руку и ты просто нажимаешь одним пальцем на спусковой крючок. Самый трудный». Победители попадут в сборную ВДВ по стрельбе из штатного оружия. А выбор будет непростой. По словам судей, показатели у всех близкие. Бьют кучно. «В действительности команда ВДВ является на протяжении последних десятилетий одной из сильнейших вооруженных сил. И на данный момент, после первых двух смен, уже есть результаты под тысячу баллов. Это очень высокий результат». Спустя сутки новый этап. 11 команд будут соревноваться в плавании в бассейне. Потом – лыжная гонка. Победители зимнего офицерского троеборья примут участие в чемпионате ВДВ, который пройдет в Костроме через месяц. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.